друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что давайте с вами обсудим сегодняшний киношедевр уралки и сарафана опять дождь нашему азизова спряталась под зонтиком стоит и рассказывает что у них дождь уралочка собственно мы это поняли прекрасно по наличию зонтика в кадре но не просто так же ты стоишь да в теплой достаточно одежде и под зонтом ну уралочки все как всегда понятное дело дождь уралки работать не дает хотя и не только дождь работать не дает но и солнце и все на свете и так далее мне понравился момент пока уралка стояла здоровалась со зрителями пока она стояла в кадре друзья мои под зонтом в этот момент она увидела мальчика соседского мальчика который пойдет еще только в первый класс но он уже выносил мусор и она говорит ой такой молодец такой маленький а уже выносишь мусорку и мне стало смешно ребят по той простой причине потому что я вспомнила сразу же вот этого знаете большого обдушку здорового лба да который знаете сделает и какое-нибудь телодвижение в сторону магазина куда-нибудь сходит что-нибудь сам купит в двенадцать с половиной лет да в двенадцать лет и ему начинают аплодировать стоя в том числе и уралка начинает говорить ой ой он не такой молодец он сам сам сходил а тут маленький мальчишка которому возраста да лет так шесть всего-навсего который идет в первый класс друзья мои может быть семь понятия не имею да все по-разному отдают детей в первый класс в школу и так далее но в любом случае мальчишка маленький сам по себе видно что он маленький да и он уже спокойно выносит мусорку это я говорю к тому уралка что знаешь в нормальных семьях это нормально иметь какие-то такие небольшие обязанности по дому заправить постель где-то пропылесосить да пока родители работают да где-то там вынести мусорку сходить за хлебом за молоком за чем-нибудь опять же да и это действительно абсолютно нормально и только у них друзья мои обдушка сидит такой труженик упаханный вы знаете я смотрю у них семейка становится точно такой же семейкой упаханных как и семейка поберухи на которых я делаю обзоры я там постоянно шучу с ребятами но в своих обзорах по поводу того что упаханные прямо упахались да нельзя да но и здесь тоже троица упаханных ну что далее друзья мои сарафан и обдушка собираются ехать подстригаться в общем поедут они куда бы вы думали правильно на четвертую базу там вы знаете просто друзья мои там есть абсолютно все там можно купить и фрукты там можно и подстричься а еще там можно купить любимую конфетку для сарафана все мы знаем собственно о чем идет речь после которой сарафан закинет ее за губу и начнет гоготать как лошадь приживальского ну что ж как говорится каждому свое далее уже в машине что да да еще сказали что поедут в развлекательный центр потому что обдушка будучи в кишлаке очень соскучился по всяким там развлечениям и конечно же конечно же надо уважить мальчика далее уже в машине они везут дуню рассказывает уралочка по поводу того что вот мол так и так дуню решили завести в клинику решили завести в клинику значит там привезли ее до сначала они дуню завезли в клинику потом они значит отправились как раз таки на четвертую базу когда они дуне привезли в клинику там обнаружили грыжу и теперь еще где-нибудь еще да спустя неделю после химиотерапии они будут вырезать то есть дуне предстоит еще одна операция вырезать грыжу ребят я не знаю как вообще к этому ко всему относиться честно скажу потому что ну тут уже личное дело каждого да вот если по поводу всех этих операций это вообще правда да если это действительно правда если это не какой-то там тупо контент на кошке ну я не знаю вот честно тут все очень сложно по поводу того кто-то пишет смотрю в комментариях да что вот оставьте ее в покое пусть она уже сама как говорится да сама там живет сколько ей отмерено и так далее кто-то пишет надо бороться конечно же тут все очень сложно и ну дай бог чтобы все было хорошо да ну то есть посмотрите в любом случае вот насколько мы с вами отличаемся от уралки вот от этих знаете грязноротой уралки и грязноротой ее подписоты я только вчера рассказывал о том какой комментарий мне прилетел где мне ну уже желают рака да рак 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 чтобы у тебя вот рак у тебя стопроцентный уже рак и так далее да и мы которые можем сказать что-то хорошее но опять же что-то хорошее можно сказать про кошку дуня но не про остальных вот этих вот не про пару гнидых которые людям желают смерти в общем ладно пусть они с кошкой там разбираются как говорится сами непонятно что там и как почему-то когда они едут ветклинику они никогда толком ничего не показывают да опять же это тоже очень странно потому что это как ни крути контент нам только рассказывают что это есть что вот мы съездили мы отвезли и так далее только один раз по моему или два раза нам показали как они подъехали к крыльцу клиники но подъехать и зайти это тоже две большие разницы и для меня ребят это очень странно потому что они как блогеры да по идее показывают даже то что показывать не стоит а здесь можно было бы показать можно было бы даже зайти в клинику да я не говорю о том что надо было бы там камерой светить а в лицо ветврачу да и другого другому медперсоналу ветклинике но в любом случае показать то можно почему бы и нет собственно да вот если бы я была блогером если бы да я бы могла показать как я захожу ведь клинику что в этом такого да вот ничего страшного в там такого нет. Ну, в общем, ребят, они ничего не показывают, и я понимаю зрителей, да, моих, в том числе зрителей некоторых, которые пишут, мы вообще не верим в то, что у них там что-то с Дуней происходит, потому что они ничего не показывают. Я здесь целиком полностью согласна. Кто его знает? Может быть, это действительно вообще вранье. Неизвестно. Тем более, от таких людей можно ожидать чего угодно. Далее. Далее, значит, опять, опять благодарит Уралка. Спасибо, мои хорошие, за ваши рецепты. Жилета я никогда не варила. Ой, варенье, компоты, там спасибо вам, девочки. Ой, девочки наши, спасибо. Ну, да, как всегда, друзья мои, помню, как ей надавали советы по поводу гуся, как она туда, в эту впадину, напихала все, что можно и нельзя. Потом молчание было ягнят про этого гуся, а потом, правда, Сарафан сдал контору, спалил контору, сказав о том, что гусь получился просто полнейшее г. Далее. Далее, друзья мои, Уралка показывает нам улов с четвертой базы. Притащили персики, схватила какой-то сахар, говорит, начала высказывать Сарафану. Ты что, говорит, ты зачем, говорит, взял этот кусковой сахар, говорит? Ты что, говорит, вообще, типа, ку-ку. В общем, да, Сарафан, видимо, решил пить из пиалки, друзья мои, чай, вприкуску с сахаром, ну, а Уралка, видимо, Уралке это все не понравилось. Далее подстриглись эти два товарища, Сарафан вместе с обдушкой, и Уралка начала, друзья мои, как всегда, доказывать всем зрителям, какие же они красавцы. Знаете, я хочу сразу сказать, вот, да, насколько это нескромно. Вот, когда бегают защитники Уралки, вот эти хомяки на мой канал и пишут, а что ты все время про себя говоришь? Интересно, про кого мне говорить? Про вас? Я и сравниваю с собой, это абсолютно нормально. Я сравниваю с собой, со своими знакомыми, родными, близкими. Это абсолютно нормально. Это мой обзор. Я это делала и буду продолжать это делать. Но, почему-то, когда Уралка без конца нахваливает обдушку с Сарафаном, рассказывая о том, какие они красавцы, почему-то никто из хомяков Уралки рот свой, варежку свою не откроет и не скажет, что в конце концов это очень нескромно, да. Что-то никто из нас не говорит о том, какие мы красавицы, хотя, конечно же, мы намного лучше и симпатичнее Уралки, да, и стройнее, и ухоженнее, и так далее. Но в любом случае, вот каждый раз она кричит, словно доказывает, какие красавцы у нее Сарафан и Абдуралка. Но на самом деле, ты знаешь, до красавцев им, конечно, очень далеко. На Сарафан и так точно, без слез вообще не взглянешь. Огромные уши локаторы, вот просто обратите внимание, особенно в профиль, насколько у него большие смешные уши. Огромный клюв, который висит практически до причинного места. И вот этот вот страшный оскал, вечно не бритый, вечно не мытый, не чесанный, там вообще, там просто, я говорю, это ужас какой-то. Как можно на такого вообще посмотреть? А как еще можно сказать, что он красавец, но это если только убеждать само себя и всех остальных, что он действительно красавец. Уралка, так что, знаешь, от того, что ты миллион раз скажешь, что они красавцы, они таковыми не станут. Ну и обдушка тоже, я бы сказала, на очень большого любителя. Ну давайте по чесноку, да, чушь тут, как говорится. Я представляю, насколько бы они нас всех обосрали. Они всех обсирают, у них, знаете, все, кого они там видели, то там, значит, такие, то сякие, то кривые, то косые, одни они красавцы. А кто там красавцы? Бабка Тумба-Юмба в 250 килограмм, которая выглядит на 20 лет старше своего возраста, да, выглядит лет на 75. Кто? Сарафан? Ужас просто, какой-то кошмар. Обдушка? Ну тоже, знаете ли, далеко не красавец. Поэтому, Уралка, вам надо быть как-то поскромнее, потому что нормальный человек никогда не скажет, глядя на вас, что вы красавцы. Далее, друзья мои, не успели прийти в торговый центр, в который, конечно же, хотели отвезти обдушку. Только из-за него, из-за него, да, да, да. Не из-за Уралки, не из-за Сарафана, а только из-за обдушки. Верим, верим, как Уралка побежала с криками. Ой, ой, хочу Валенку, Валенку, так хочу, шоколадки, шоколадки хочу. Там похватала, значит, шоколадки, всякие там батончики, Аленка и так далее. Ну, а обдушка таки выпросил, друзья мои, выпросил, да, стоял, дергался, как на шарнирах, уже дергается, дергается, постоянно выпросил у бабуси 2000 рублей на развлекаловке. Ну, и смотрю, следующая картина маслом, Сарафан вместе с обдушкой играют, играют, ну, а Уралка, друзья мои, стоит в сторонке, как всегда, да, никому не нужная, ну, и комментирует. Давай, давай, давай туда, давай сюда, давай то, давай сё. Так, хотела сказать, что-то там визжишь, как потерпевшая, на весь этот зал, да, орёт, как ненормальная, слушайте, как какая-то базарная бабка. Иди, подойди тогда, сама сыграй, что-то там стоишь, раздаёшь указания. Ну, а далее, друзья мои, Уралка уже, смотрю, сидит, друзья мои, уже в общепите, уже пришли они поесть киевси, ну, и рассказывает о переживаниях за Дуну. То есть, это, видимо, у них так происходит, то есть, когда они за кого-то очень сильно переживают, они тут же едут в торговый центр развлекаться, они тут же идут пожрать, у них и аппетит есть, и всё на свете, но очень сильно они переживают. Ну, я сразу вспомнила ситуацию, когда её мама лежала в больнице, а она на тот момент обдушки у них ещё не было, здесь, да, я имею в виду, здесь не было, был-то в Таджикистане, а она выгуливала своего вот этого альфонса, как раз-таки тоже по торговым центрам, тоже они вместе там шатались, заходили в чайхану, да, сидели там, ели, пели, веселились, смеялись и так далее, но тоже она очень сильно переживала. Для меня, если честно, это непонятная ситуация, потому что, когда ты переживаешь за кого-то, да, то ты точно не будешь веселиться, но это, опять же, моё мнение, мнение многих нормальных, адекватных людей, а у них переживания только на словах, а знаете, для чего? Для того, чтобы пожалели, а для того, чтобы запилить контент, об этом поговорить и для того, чтобы пожалели, а многие люди, как я говорю, даже об этом не озвучивают, да, какие-то проблемы в семье, со здоровьем, у родных, у близких, у наших братьев, наших меньших и так далее. Далее, друзья мои, уселись, уселись, Уралка начала нам показывать, значит, что они там в Киевсе набрали и говорит, разные соуса, да, Уралки, разные соуса, ну что ж, поздравляем её с этим, друзья мои, ей только соуса, Алёнки, картошку фри, всё на свете, в общем, ей только фастфуд и сладости, больше ей, конечно же, не нужно ничего, что такое диета, она и слышать не слышала, никогда в жизни, ну, в общем, знаете, как жрать, так она абсолютно здорова, как где-то поработать, что-то где-то как-то там руками или ногами помахать, так она сразу же вспоминает про то, какая она больная, Уралка, а что там с гольфиками, мне просто интересно, они когда-нибудь вообще появятся, или ты так и будешь трындеть об этом, уже два года подряд трындела, вот просто интересно, может быть, они всё-таки появятся, вот эти за 20 тысяч, которые для тебя, конечно же, сарафан нет-нет, он для меня ничегошеньки не жалеет, да когда они появятся, это просто интересно, когда они уже дойдут, два года уже прошло, а, ну да, обещанного три года ждут, понятно, ясно, ребят, вот такой у меня получился обзор, да, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, продолжение следует всем, пока-пока, и ребят, не забывайте, скачивайте VPN, если у вас какие-то проблемы с Ютубом, если он висит, скачивайте VPN, он есть как бесплатный, так и платный, у меня бесплатная версия, и, по крайней мере, проблем нет никаких, всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, по крайней мере, Spider-Man. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...